Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин, и сегодня мы снова поговорим о легкоходном снаряжении. Целых два предмета у нас сегодня будет на обзоре. Первый, самый интересный для меня, это карбоновые легкоходные палки. Трейлранинговые палки, точнее, не совсем они легкоходные, но весят они действительно как перышко. Очень легкие палки. Я, когда взял их в руку, просто был удивлен. И второй предмет, о котором мы сегодня поговорим, это надувной, также легкоходный ковер от Naturehike. Палки тоже от Naturehike. Этот бренд благородно предоставляет мне интересующие меня предметы на обзор. Я выбираю то, что мне интересно, и показываю это вам. За что им, несомненно, спасибо. Ссылочки на эти предметы вы найдете в описании к видео. Да, легкоходный ковер, они только-только начали выпускать эту модель. Мне было интересно пощупать ее и посмотреть, что это за зверь такой у них новый появился. Потому что стоит он на самом деле дешевле, чем другие его аналоги. Ну, в общем-то, сегодня мы его надуем, посмотрим, что да как. С палок, наверное, и начнем. Так, две палки. Они обе идут вот в таких вот чехольчиках. С этой я уже снял чехольчик, потому что чехольчик – вещь для палок, как мне кажется, ненужная. Я, во всяком случае, их в чехле хранить не собираюсь. Возможно, он пригодится где-нибудь для транспортировки, чтобы убирать грязные палки в багаж. Но это уже так, все за уши притянуто. Мне лично чехол для трекинговых палок абсолютно не нужен. Палки нереально легкие, сделаны они из карбона. Здесь вот красуется благородная надпись «Carbon Fiber». Это палки очень интересного формата. Они для трейлранинга. Я такими до сих пор ни разу не пользовался. И мне было интересно потестить их и посмотреть, насколько они пригодны вообще для туризма. А в частности, для легкоходного туризма. Поскольку эти палки для бегунов, для трейлранеров, они очень легкие. Чтобы тяжелая какая-нибудь алюминиевая палка не тянула вас в другую сторону от финиша. Вот так вот я вывернусь. И я на самом деле, когда взял их в руки, я, если честно, охренел. Мне показалось, что это что-то неимоверное. Я даже сначала подумал, может, это не палки, может, какая-то другая посылка пришла. Но нет, это были они. Из особенностей. Эти палки на шнуре. Вы видите, здесь внутри идет такой шнур в толстой такой, не знаю, прорезиненной, просиликоненной хренотени, которая не позволяет этому шнуру перетираться и как-то рваться. И, в общем-то, на него ничто не воздействует. Поэтому эта конструкция довольно такая прочная. Так, внутри по всему периметру идет этот шнур. И палка состоит из трех секций. Она такая, как нунчаки. Короче, в чем особенность этой палки? У нее нету никаких креплений и никакой регуляции. Это палка фиксированная. То есть вы выбираете палку непосредственно под свой рост. Там есть несколько вариантов. Я выбрал себе 130 сантиметров. Мой рост метр девяносто четыре. И эта палка мне вот прям впритык. Как раз. Если бы она была чуть-чуть меньше, она бы мне не подходила. Если бы она была чуть-чуть больше, мне было бы с ней уже некомфортно. Поскольку для комфортного использования палок нужно, чтобы ваша рука была под прямым углом. Во всяком случае, так принято подбирать палки. Конечно, кому-то может быть удобнее палка покороче или подлиннее. В общем, 130 сантиметров для высокого роста явно больше 190 сантиметров. Такая подойдет. Конечно же, там есть варианты и поменьше. Так на чем я остановился? На самом формате этой палки. Как вы видите, она довольно компактная. Она складывается в три секции. И есть специальная стяжечка. Можно ее перетянуть и убрать куда-нибудь в рюкзак. Или трейлранеры их носят там на специальной такой штуке на жилете. Палка сделана из карбона. И это сразу чувствуется по ее весу. Как фиксируется эта палка? Здесь есть одно единственное звено, которое у нас раздвигается телескопически. Как на классических трекинговых палках. Здесь такое звено всего лишь одно. Мы его тянем до упора. Выскакивает такой вот шпенек, который фиксирует эту палку. И все, она уже больше никак ее не раскрыть. То есть до шнура уже никак не добраться. Палка полностью зафиксирована. И на нее можно опираться и пользоваться ею по назначению. Вес одной палки 173. 173 грамма, Карл. Это в два раза легче, чем те палки, которыми я пользовался до этого. Конечно, это специфический предмет снаряжения. Не для всех он подойдет. Не для всякого трекинга. Не для любых маршрутов. Он для определенного вида туризма. И для определенного подхода даже к построению своего маршрута. И к своему трекингу, хайкингу. Чем вы там занимаетесь. Давайте пока быстренько пробежимся по ее характеристикам. Как я уже сказал, 173 грамма это вес для палки в 130 сантиметров. Это самая большая. Ну, как бы больше, наверное, и нет смысла производить. Палки производятся в двух цветах. Синий и, как было написано на сайте, багровый. Видимо, были какие-то проблемы с переводом с китайского. И багровый оказался цветом фукси. Ну, я не хочу называть его розовым. Все-таки это немножко другой цвет. Такой фиолетово-красный. В общем-то, я уже даже думал отдать эти палки Тане. Но поскольку они на 130 сантиметров, ей они явно велики. Поэтому мне придется все-таки с ними щеголять. Надеюсь, что никто в лесу надо мной не будет смеяться, что я хожу с розовыми палками. Здесь все по классике. Кольцо для того, чтобы палка не проваливалась в грунт между камнями. Чтобы ее было легко доставать. Защитный колпачок. Он нам, в принципе, не нужен. Его снимаем, оставляем дома. Или храним где-нибудь у себя в кармане рюкзака. Им удобно закрывать палки, когда вы их убираете в рюкзак. Чтобы не порвать карманы рюкзака. Здесь у нас наконечник. Все как у взрослых. Вольфрамовый, качественный наконечник. Как на хороших трекинговых палках. Здесь все по красоте. Переходим к ручке. Ручка сделана из спененного такого эво-материала. Который очень приятен на ощупь. Его приятно брать даже в холодную погоду. Она не морозит руку. И даже под дождем приятно ощущается в руке. Здесь у нас все как полагается. Петля довольно толстая. Довольно широкая. Поэтому очень удобная. Все можно отрегулировать. Здесь у нас двигается вот этот вот ремешок. И можно под свою руку подогнать петлю. Зачем взял? Если честно, мне всегда было интересно попробовать трейлраннинговые палки. Посмотреть, что это за зверь такой. Потестить их в своих походах. И уже высказать свое мнение. Пока мне действительно очень интересно. И пока я вижу несколько замечательных применений для этого предмета снаряжения в своих походах. И я думаю, вы еще увидите эти палки на моих маршрутах. Какие мысли возникли у меня после первого использования этих палок? Первая мысль. Надо было все-таки брать такие же палки, только с регуляцией. У них есть такая модель, где вот в этом месте, то есть где у нас телескопическая вот эта штука выдвигается, у них есть еще регулятор, который позволяет сократить и удлинить палку. Ну, как-то корректировать ее размер. Например, здесь такой штуки нет и палки фиксированы. Иногда это бывает неудобно. Например, когда поднимаешься по склону, хочется чуть-чуть сократить эти палки, уменьшить их в длину. А это сложно. Конечно, можно регулировать это все за счет такой вот длинной ручки. То есть, когда вы идете по склону, хоп, перехватились чуть-чуть ниже и вот так делаете. Но, если честно, я так делать не люблю. Мне неудобно. Я всегда берусь за верх рукоятки палки. Но, кто привык, тот может регулировать длину этой палки вот за счет такой удлиненной рукоятки. Я бы все-таки выбрал палки, конечно, с регуляцией по длине. Я, если честно, побаиваюсь все еще немного карбона. Мне кажется, что он хрупковат, хотя никаких вообще на то намеков он мне не давал. Но я бы, наверное, не стал брать эти палки для какого-то горного именно трекинга туризма с рюкзаком. Во всяком случае, именно для горного. Потому что, если опереться на эту палку с 20-25 килограммовым рюкзаком на каком-нибудь спуске по морене. Ну, в общем, я бы так рисковать не стал. Возможно, эти палки выдержат. Я не проверял их в таких условиях, но мне было бы ссыкотно вот так использовать данный предмет снаряжения. Давайте попробуем потестить эти палки на прочность. Я, конечно, надеюсь на то, что они выдержат. Не хочется упасть лицом в грязь, в прямом смысле этого слова. Во мне чуть больше 100 килограммов веса. И, ну, килограммов, наверное, 7 в рюкзаке. Давайте обопремся и посмотрим, что из этого получится. Ну, весь мой вес, собственно, сейчас уперся в эти палки. Ну, они явно довольно прочные. Я их все-таки позиционирую как палки для легкого и среднего трекинга. Для горных походов, для горного трекинга я бы брал, конечно, палочки попрочнее, с фиксаторами, с регуляцией. И, в общем-то, на такие палки я бы, ну, не надеялся. А для троп, для тех походов, где вы не знаете, пригодятся вам палки, не пригодятся, может, они понадобятся для перехода каких-то легких бродов, может, не понадобятся, берете эти палочки, они весят всего ничего, закидываете их в рюкзак и давайте в походик. А я их взял, в основном, конечно, для своих походов по Латвии. Здесь, в основном, равнинная местность, пересеченки не так много, но довольно много троп. А на тропах очень хочется разгрузить свой плечевой пояс, как-то перенести чуток вес рюкзака на руки, в общем-то, заставить свой организм правильно работать. А для этого нужны палки. Более подробное видео про трекинговые палки конкретно, для чего они нужны, как они помогают в походах, я непременно сниму. Обязательно будет такой ролик, я видел, что многие просят меня в комментариях. Но, в общем-то, эти палки – это замечательный вариант для тех, кто экономит вес своего снаряжения, для тех, кто ходит по тропам, для тех, кто ходит по несложной пересеченке, там они тоже выдержат. Для тех, у кого не слишком тяжелый рюкзак, например, с рюкзаком в 20 килограммов, я бы на эту палку не опирался бы, ну не стал бы я так делать, было бы стрёмно. А вот с рюкзаком в 10 килограммов я могу вообще повиснуть на этой палке и хрен еще будет. В общем-то, это называется в легкоходстве снежный ком, когда экономя вес на своем снаряжении в одном месте, у тебя экономится вес на всем остальном снаряжении. То есть, я сократил вес своего рюкзака до 10 килограммов, до 6, до 7 килограммов, и мне не нужны большие толстенные тяжелые палки из толстого алюминия, которые должны были бы выдержать 30-килограммовый рюкзак. В общем-то, одно за собой влечет другое. Ну и складываются палки очень компактно, всего 40 сантиметров в сложенном виде, что позволяет их пихнуть куда-нибудь в ручную кладь, и они там не будут особо сильно выпирать. Или просто даже убрать их внутрь рюкзака, не надо их там где-то сбоку присобачивать, крепить на стропах. Очень удобно, когда вы куда-то летите. Легкоходный ковер, 470 граммов, надувной ковер. Если честно, есть ковры и полегче. У того же Nature Hike есть модель, которая весит 300 с чем-то там граммов. Я с ней ходил на Гранд Канария и пользовался этим ковром. Мне он на самом деле очень понравился. Единственное, что я его в этом сезоне прожег, но прожег его по собственной тупости. Я его постелил рядом. Короче, я ходил в поход с палаткой, с печкой и, в общем-то, прислонился к печке этим ковром. Надо будет его починить. Может, даже сниму видео, как клеить коврики туристические. Наверное, тоже кому-нибудь будет полезно. В общем, не то чтобы суперлегкий, но за 470 граммов мы получаем довольно толстый и довольно комфортный по ощущениям ковер. Потому что коврик на 300 с копейками граммов, который был у меня до этого, это, конечно, специфическое снаряжение, которое, наверное, не всем подойдет. И на боку, например, на нем спать. Но это такое себе удовольствие. И если вы ложитесь на бок, то ковер продавливается. А если ковер продавливается, какая у вас теплоизоляция? Правильно, никакой. С этим ковром все гораздо веселее. Посмотрите, красивый цвет. Я его выбирал. Называется Navy Blue. Ночной синий. В самых разных цветах они там выпускаются. Я выбрал именно этот. Он уже немного грязный. Я им пару раз пользовался уже. Интересный клапан. Вот он меня сразу порадовал. Вообще, если честно, я видел, что на сайте он продается вместе с специальным мешком, специальной гермой, которая надувает этот ковер. Поэтому у нее есть специальный клапан с гнездом под эту герму, которая будет надувать этот ковер. И этой гермой потом можно пользоваться как гермой. В общем, это удобно. Но почему-то Naturehike решили, что герму мне присылать не надо к этому ковру, а прислали только ковер. Хотя, по идее, они должны идти в комплекте. Но пусть это останется на их совести. Переходим к клапану. Клапан интересный и удобный. Здесь есть отверстие на мембранке, которое впускает воздух, обратно не выпускает. Это гнездо как раз рассчитано на то, чтобы подконнектить к ней вот эту надувательную герму. А второе гнездо открывается тут же. И это просто сквозная дыра. То есть тут ничего нет. Там внутри уже сам ковер. И через нее, соответственно, удобнее надувать ртом. Потому что мембранка не мешается. А еще очень удобно надувать основной объем через просто открытый клапан. А додувать уже остаточки до полного надувания через мембранку. Потому что тогда лишний воздух у вас не выдувается из ковра. В общем, надулись. Смотрите, какая у него структура. Соты. Это, в принципе, классическая история для большинства облегченных и легкоходных ковров. За счет этой структуры мы получаем отдельные такие участки. Практически изолированные участки воздуха, который нагревается. И он не гоняется туда-сюда по каким-то большим баллонам. Он в этих маленьких таких карманах фиксируется. И это, в принципе, довольно удобно. При этом мы получаем неплохую толщину. Небольшой вес. Это, в принципе, очень комфортный ковер. Он гораздо комфортнее того, который у меня был до этого. На 300 с чем-то там граммов. Он комфортнее, чем пенка. Это бесспорно. Но и мой старый даже ковер был комфортнее, чем пенка. Все, что не пенка, комфортнее, чем пенка. Ну, разве что земляне. Но этот ковер не для зимы. И не для холодного времени года. Я бы сказал, что это летний ковер. Это не какой-нибудь терморест, у которого внутри есть фольгирование. Там какие-то фольгированные перегородки, которые изолируют воздух. Он там нагревается, застревает. И, короче, воздух горячий возгреет в этом ковре. Там, короче, сложные технологии. Здесь сложных технологий нет. Это обычный нейлон. И внутри тоже обычный нейлон. Чем-то там он чуть-чуть покрыт, чтобы увеличить теплоизоляцию. Но это не сильно повлияет на его Air Value. Я бы сказал, что Air Value подобных ковров, ну, максимум 0,7. Конечно, никто его не проверял, не замерял. И достоверный Air Value этих ковров мы узнать не можем. Потому что этим занимаются в основном какие-то большие крупные компании, у которых есть деньги на вот эти вот эксперименты и на тестирование своего снаряжения. Здесь Air Value, ну, меньше единички. Я бы сказал, ну, максимум здесь будет единичка. Что делает его, собственно, аналогом пенополиуретанового коврика. Но у обычной пенки он выигрывает, конечно, в комфорте. И выигрывает действительно сильно. Это толстый, качественный ковер. Здесь 6,5 сантиметров высоты. Это дофига, это удобно, это комфортно. И спать на таком ковре одно удовольствие. Длина этого ковра 159 сантиметров. И в ширину он 59 сантиметров. Это довольно длинный ковер. Я на него помещаюсь целиком. Хотя мне, в принципе, такая длина и не нужна. Я бы этот ковер укоротил. И уменьшил тем самым бы его вес. Еще бы я, конечно, срезал углы и не делал бы его прямоугольным. Это бы тоже уменьшило немножко вес. Если мы говорим о легкоходстве, а этот ковер позиционируется, в принципе, как окололегкоходный, это было бы актуально. Этого мне немножко не хватило. Я бы укоротил этот ковер и обрезал бы его все углы, как безумный легкоход. Чтобы сэкономить несколько граммов веса моего рюкзака. А так, отличный вариант для лета. Для тех, кто не хочет таскать объемную, здоровенную пенку, которая занимает пол рюкзака. Или накручивать рулоны где-то сбоку. Или для тех, кто именно заморачивается по весу и хочет уменьшить вес рюкзака, не платя при этом за терморестовский дорогой коврик. Так, возможно, это ваш вариант. Для лета, для теплых месяцев, для поздней весны и для ранней осени. Это то, что нужно. И объем у него, конечно, тоже совсем небольшой. Максимум литр, мне кажется, даже 0,7, наверное, его объем. И, в общем-то, это тоже круто. Тем более, стоит он совсем недорого. Это довольно бюджетный ковер. Во всяком случае, когда я недавно заходил на сайт Nature Hike, это был, наверное, один из самых доступных их надувных ковров. В общем-то, у вас есть возможность последить за тем, как будут вести себя эти вещи в походах на моем канале. И в ближайшие походы я, несомненно, возьму как минимум эти палки. Скорее всего, с ковром тоже еще пару раз схожу. Посмотрю, как он себя поведет. И в походах я всегда делюсь своим впечатлением о снаряжении и даю различные корректировки. Иногда я, бывает, ошибаюсь в чем-то. Иногда чего-то не замечаю, иногда что-то ускользает от моего орлиного взора. И тогда я делюсь этим уже непосредственно с места событий, то есть из похода. В общем, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, страницу на Фейсбуке, Инстаграм. Переходите, смотрите по ссылочкам на данные замечательные легкоходные штуковины. Ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. И, конечно же, ходите в походы, друзья. Всем пока!